Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. Мы продолжаем эксперимент. Каждую неделю в программе «Новая ведущая». В студии по-прежнему Павел Михно и моя коллега, участница проекта «Заводчанки» Ралина Галевеева. Здравствуйте! Давайте знакомиться! Продолжение следует... Итак, мы познакомились, а теперь о том, что мы покажем в этом выпуске. Моторы «Малярам» теперь доставляют на лифте. Завод двигатель внедрил очередное улучшение. Неоперативник, конечно, но тоже уполномоченный. На КамАЗе работает лучший в республике по охране труда. Отдых по интересам. Расскажем, кто проведет каникулы активно, а кто в изучении наук. Лифт на конвейере. Он зачем и к чему? Как только мы услышали об этом решении, сразу же отправили наших корреспондентов на разведку. И вот что они выяснили. На заводе двигатели прямо на линии смонтировали подъемный механизм. Теперь силовые агрегаты отправляются на преображение к «Малярам» гораздо быстрее. А красить их стало в разы удобнее. Моторы доставляются таким образом, чтобы покрыть краской всю их площадь, не оставляя пустых мест. Для подробностей предоставим слово Виктории Евсеевой. Она все покажет и обо всем расскажет. Цех сборки коробок перемены передач, комплектации и сдачи силовых агрегатов пережил обновление в мае. Общими силами работников цеха, завода и поставщиков конвейера был смонтирован подъемный лифт. Новшество принесло плоды. Скорость сборки взлетела с первых же минут работы. Если мы раньше где-то собирали силовой агрегат у нас 4 минуты, проект это 160 секунд, это где-то 2,5 минуты, и мы вышли на 2 минуты 20 секунд. Здесь я работаю фактически с самого начала, вот это запуск конвейера. Улучшение в чем? Просто удобнее стало работать, намного безопаснее. Но главной целью установки лифта было повышение качества. Покраска верхней части силового агрегата была наболевшей проблемой для маляров. Деталь находилась высоко, добраться до нее было трудно и опасно. Такие задачи выполняют женщины, и из чего кривить душой не каждая из них модельного роста. Нам стало удобнее красить, так как мы все маленького роста, все женщины, как бы больно высоко дотягиваться было. А сейчас отпустили подвески, и стало более удобно, хорошо. Так один лифт, установленный на конвейере, совместил две функции, облегчил работу заводчанами, помог добиться выпуска более качественного продукта. Кстати, новая идея улучшения уже не за горами. Об этом, конечно же, по секрету нам на прощание нашептали в 419-м цехе. Значит, вернемся. Виктория Евсеева, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Уполномоченный по охране труда прессово-равнового завода КамАЗа стал одним из победителей 9-го республиканского специализированного конкурса. В финале за звание лучшего боролись 12 представителей гигантов экономики республики, таких компаний, как Татнефть, Татэнерго и, конечно же, КамАЗа. Автогигант представлял электрогазосварщик 5-го разряда, уполномоченный по охране труда прессового цеха Дмитрий Кулябин. Выступил он под номером 12 и был на высоте. А встретили победителя дома, об этом наш репертаж. А дома, то есть на прессово-равном заводе, Дмитрия встречают как героя. Прямо с порога наталкиваемся на большой плакат. Оно и неудивительно. История участия в подобных конкурсах обязывает. Четыре раза КамАЗ занимал первые призовые места. Два из них занимал, уполномоченный прессово-равнового завода. Готовились к участию всем миром. Группа поддержки не только отправилась с Дмитрием на конкурс, но и непосредственно принимала участие в подготовке. Одним из испытаний была визитка, созданию которой отнеслись серьезно. Дмитрий – это богатырь нашего времени, нашего завода. Это турист, это мужчина, это КВНщик, это творческая личность. Мы это знаем и мы хотели, чтобы вся республика еще это знала. Впрочем, одних только творческих способностей для победы было маловато. Нужно было доказать, что ты лучший в профессии. И тут были все предпосылки. На заводском уровне Дмитрий стал победителем аналогичного конкурса. А это на минутку первое место из 178 человек. Именно столько уполномоченных на ПРЗ. Работа уполномоченных по охране труда, она в принципе оказывает очень большое влияние, потому что уполномоченные по охране труда – это те же самые рабочие, которые на рабочих местах видят все недостатки, помогают их устранять. Ну ты у меня умничка, я прямо вообще без ума от него. Сам победитель к своим полномочиям относится сдержанно, но ответственно. Говорит, поначалу даже немного стеснялся. Сегодня же на 100% уверен в пользе присмотра за соблюдением правил. Если человек не надел каску или берушек, предупреждаешь, он надевает, и все спокойно относятся к этому. Нет такого, что вот пришел, зачем ты нам нужен. Все понимают, что здоровье – это главное зависит от них, а не от меня. Что я вот подошел, ему каску дал, и он будет здоров. Еще раз отметим, уполномоченные по охране труда – это такая общественная нагрузка на производстве. На основном рабочем месте Дмитрий – электрогазосварщик. И у него все строго по технике безопасности. Как говорится, налицо личный пример. Дальше, так же, продолжай. Тагир Закиров, Михаил Матвеев. Вести КамАЗа. В первый день лета открылась первая в этом сезоне смена в оздоровительном комплексе Сувлык. С июня по август в лагерях Крылатый и Солнечный отдохнут более полутора тысяч школьников. Это дети сотрудников КамАЗа, и отдых для них организован на особых условиях. Специальная программа «Автогиганта» предусматривает полностью бесплатный отдых для одного ребенка и скидку для второго и последующих детей. Но деньги тут даже не самое главное. Что ждут ребята от летнего отдыха? Об этом мы узнавали непосредственно на проводах. На часах 7 утра и все уже в сборе. На площадке в 65-м комплексе необычно многолюдно. Это место отправки школьников в загородный лагеря здравительного комплекса Сувлык. Ребят пришли провожать их мамы, папы, бабушки и дедушки. Они расстаются ровно на три недели. Благодаря специальной программе КамАЗа отдых стал возможен для многих ребят. Путевки им достаются полностью бесплатно по заявлениям работников. То есть каждое заявление мы рассматриваем и выдаем. Мы смотрим соответствие. То есть дети должны быть от 8 до 15 лет. Без путевок никого из желающих обещают не оставить. Тем, кому не удалось отправить детей на отдых уже сейчас, предложены вторая, третья или четвертая смена. Очень помогает, потому что такую сумму самой собрать нереально. Я воспитываю одна-двоих детей. Так что профсоюз очень помогает. В лагерь мы едем третий раз. Путевки. Мы очень довольны, что дают нам путевки. Ребенку нравится первый раз, конечно. Побоялась она была еще маленькая. А сейчас привыкла. Ее очень нравится. Ждет всегда с нетерпением. Одни едут в лагерь впервые, другие приезжают в оздоровительный комплекс каждый год. По словам мальчишек и девчонок, им всегда есть чем заняться во время отдыха. Каждая минута расписана. Мы всегда бегаем, но там играем иногда в футбол, но когда бывает свободное время. Вот поеду второй раз, там очень крутые дискотеки. Первая смена продлится до 21 июня, а вторая стартует с 24. Последний четвертый заезд начнется 9 августа и завершится прямо перед началом нового учебного года. Алсу Валеева, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. А вот еще. Для 120 школьников Автограда каникулы начались в инженерном лагере. В Звездном КамАЗовского комплекса «Саулык» открылась летняя профильная смена. Проходит она здесь уже во второй раз. Ее организаторами, помимо КамАЗа, являются детский технопарк «Кванториум», филиал Казанского авиационного института имени Туполева и школа номер 30. Ученики инженерных классов именно этой школы и стали главными обитателями лагеря «Звездный». В прошлом году профильная смена «Инпроф» для ребят из 30-й школы прошла впервые. В этот раз лагерь принимает 120 школьников, половина из которых теперь дети из разных школ города. По словам организаторов, это позволит талантливым ученикам обычных неинженерных классов показать свои способности наравне с теми, кто уже знаком с профильным лагерем. За 18 дней ребята создадут полноценные проекты, которые можно будет развивать в своих школах. Вот это движение, где, в общем-то, деятельность, она не ради того, чтобы просто изучить предмет, а чтобы создавать продукты, различные приложения, она может быть создана в короткий срок. Вот тот срок, который дети обычно проводят, ну, просто отдыхая. У нас это можно совместить. Мне интересно то, что очень много, как-то сказать, ответ линий, куда ты можешь пойти и выбрать то, что тебе надо. То есть, допустим, если ты хочешь одно, ты можешь выбрать, допустим, не знаю, робо-квант, если ты хочешь что-то другое, можешь что-то другое выбрать, ну, или совмещать эти два кванта. За две с половиной недели пионеры умного лагеря могут как углубиться в свою любимую деятельность, так и научиться чему-то новому. Преподают здесь настоящие специалисты в сфере информационных технологий. Так ребята могут выбрать направление беспилотных автомобилей или машинного зрения. А в день открытых дверей свои проекты школьники презентуют представителям автогиганта. У них будет технология скрам им даваться, у них будет инженериада, у них будет проектная деятельность. Это все то, что внедряется сейчас на всех современных предприятиях у взрослых. А эти дети еще в восьмом и седьмом классе уже это все будут знать и уметь. Кроме того, организаторы считают, что техническое творчество, совмещенное с отдыхом, дает хорошую возможность для выбора будущей профессии. Маргарита Кузьмина, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. Летняя спартакиада работников КамАЗа продолжилась легкоатлетическим кроссом, который прошел в парке Прибрежный. На массовые забеги пришли около 180 участников с самого разного возраста. В этом году старты посвятили предстоящему юбилею автогиганта 50-летию со дня начала его строительства. Поболеть за участников отправилась и съемочная группа Вестей КамАЗа. Ирик Мубаракшин уже 6 лет принимает участие в легкоатлетическом кроссе КамАЗа и всегда становился победителем. Эти соревнования не стали исключением. Вновь он доказал всем, кто самый быстрый заводчанин. А секрет успеха прост. Не дня без спорта. Я всегда занимался легкоатлетикой. Бег – это моя естественная форма существования, так сказать. Я и на работу бегаю. Спорт – это не только соперничество, но и тоже дружба. За звание самых быстрых легкоатлетов соревновались около 180 участников из 19 подразделений КамАЗа. Среди бегунов как новые, так и постоянные участники. И у всех настроение было под стать погоде. Солнечное и бодрое. Настроение отличное, боевое. Я раньше занималась легкоатлетикой. И думаю, надо на заводе, когда я работаю, что надо поддерживать спорт. По словам сотрудников КамАЗа, такие спортивные соревнования укрепляют взаимоотношения внутри коллектива. Каждого участника активно поддерживали болельщики, что придавало бегунам дополнительные силы и помогало улучшить свои результаты и обогнать соперников. Легкоатлетический кросс – это лишь один из видов спорта, в которых КамАЗовцам предстоит соревноваться в ходе спартакиады. В спартакиаду входят 9 видов спорта. Традиционно, конечно же, это лыжные виды спорта, мини-футбол, футбол, плавание, настольный теннис. По результатам спартакиады будет выявлена сильнейшая команда автогиганта. Итоги станут известны в ноябре или декабре, как раз перед юбилеем КамАЗа. Виктория Евсеева, Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Вести КамАЗа. В этот раз перед прощанием мы ничего не скажем про наш эксперимент с заводчанками. Просто напомним, что в следующий раз встречаемся 17 июня в 18.00 на телеканале Челны ТВ. А также не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются без выходных. Этот выпуск Вести и КамАЗа для вас провели Ралина Голливеева и Павел Михно. Всего доброго. До свидания.